Объявлено заранее, она звучит так, итоги развития цирковой системы в 2013 году. Люди, события, инфраструктура. Представлю участников мероприятия. У нас приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Григорий Пирумов, директор департамента поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры София Акфельбаум, заместитель генерального директора компании «Росгосцирк» Борис Майхровский и человек, который уже, я так думаю, здесь пообщался с молодым, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашин. Мы работаем в обычном режиме, правда у нас будут включения, надеюсь, все будет хорошо в техническом плане. Мы работаем в Санкт-Петербургом, но прежде чем перейти к вопросам-ответам, предоставим слово чатикам этой конференции. Начнет, наверное, Света Михайловна. Добрый день, дорогие коллеги. Мы действительно решили и посчитали важным рассказать об итогах работы именно в сфере циркового искусства. Сейчас все подводят итоги, заканчивается год. Этот год для цирковой системы был достаточно непростым, переломным. При этом произошло достаточно много событий. Нам показалось важным так иначе это осветить. Цирковая сфера представляет самую такую обособленную сферу склоннического искусства, при том, что это, наверное, с одной стороны, самый доступный вид искусства, с другой стороны, это, наверное, самый наиболее социально значимый вид искусства. И, кроме того, особенностью является то, что практически вся цирковая система на сегодняшний день находится в непосредственном видении Министерства культуры. И Министерство культуры непосредственно управляет большинством цирковых предприятий, которые действуют в Российской Федерации. Отсюда, конечно, споры, дискуссии по поводу того, каким образом развиваться цирку. Дискуссии ведутся очень давно. Каждый раз это некий новый виток. И вот в 2012 году вот эти дискуссии, обсуждения привели к тому, что была принята концепция развития циркового дела, которая одобрена правительством Российской Федерации. И в этой концепции определены, так скажем, основные ориентиры. То, каким образом должна развиваться цирковая сфера, и то, каким показателям, каким индикаторам мы должны прийти к 2020 году. В концепции определено, что к 2020 году система должна выйти на самоокупаемость. В концепции определено, что должно таким образом увеличиться и количество посещений, и количество мероприятий, проводимые цирковой системой. И самое главное, что в концепции определено, что государство, безусловно, поддерживает цирк, как еще раз говорю, один из наиболее важных и социально значимых видов искусства. Значит, в течение, в конце 2012 года, то есть примерно год назад, у нас произошла смена руководства практически всех федеральных цирков. Это касается Большого Московского цирка, которым в настоящее время руководит Эдгард Вальтерович. Это самостоятельный цирк. Это цирк Санкт-Петербурга, тоже цирк самостоятельный, Большой Санкт-Петербургский цирк, который ныне возглавляет Вячеслав Полунин, с которым, я надеюсь, мы тоже сможем связаться по телефону. И, собственно говоря, это руководитель Росгос-цирка, то есть система, объединяющая практически все наши региональные цирки. И действительно, год был такой насыщенный, год, можно сказать, переломный, когда мы повернулись, что называется, лицом к этой проблеме, начала осуществляться большая программа, связанная с реконструкцией, капитальным ремонтом цирков. Об этом расскажет, наверное, более подробно Григорий Ильянович. Мы ищем варианты взаимодействия с регионами, поскольку, несмотря на то, что цирки находятся в федеральном ведении, работают они для регионов, для, собственно говоря, детей, которые проживают в регионах России. Конечно, региональные власти тоже заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом процессе. В конце сентября месяца президентом был подписан закон, вносящий изменения в основу законодательства о культуре, согласно которому сегодня региональные власти имеют право вкладывать и собственные средства в реконструкцию, строительство, в реконструкцию, ремонт региональных цирков. До этого это было серьезным препятствием, потому что по формальному признаку, поскольку у нас разделен бюджет, региональные власти не имели такой возможности, и даже если они хотели вложить средства, по закону они не имели права этого делать. Сегодня это препятствие устранено. Мы ищем и другие формы взаимодействия с региональными властями, с тем, чтобы решить основную задачу, а именно действительно привести систему цирковую, а это порядка 40 цирковых зданий в регионах, привести их в современное или в должное состояние. Мы работаем и в плане развития творчества. Нам представляется важным, что вот Санкт-Петербургский цирк, во славе Вячеслава Ивановича Полунина, нам представляется перспективным, чтобы этот цирк стал такой своего рода лабораторией циркового искусства, чтобы там рождалось нечто новое, чтобы потом эти новые программы могли быть использованы и для того, чтобы показывать в системе Росгосцирка. Поэтому мы возлагаем большие надежды на творческую деятельность, которая будет происходить в Санкт-Петербурге. Мы работаем в том направлении, чтобы у Росгосцирка появилась собственная площадка в Москве, потому что это проблема. В Москве сегодня работает цирк Никулина, который является самостоятельным, частным предприятием. В Москве работает, я думаю, будет набирать обороты цирк на проспекте Бернацкого, который возглавил этот год назад. Но проблема остается в том, что действительно у Росгосцирка нету своей площадки. Мы в настоящее время работаем над тем, чтобы такая площадка появилась. Мы рассматриваем вариант того, чтобы за Росгосцирком было закреплено здание зеленого театра на Воденхар. В настоящее время это федеральная собственность. Там работает маленькое учреждение, эстрадная мастерская Маслякова. Мы надеемся, что если нам удастся пройти все необходимые согласования, у Росгосцирка появится эта площадка. Если вы посмотрите, может быть, в интернете, может быть, кто-то из вас знает, действительно замечательный театр в полуразрушенном состоянии. Это памятник архитектуры. В свое время там был летний театр, где в том числе были и цирковые представления показывались. И мы надеемся, что нам удастся эту площадку вновь использовать и, собственно, сделать из нее такую полноценную цирковую площадку. То есть достаточно много планов, достаточно много чего за этот год произошло. И поэтому нам бы хотелось, чтобы как-то вот эта деятельность Министерства была освещена. Поэтому готовы, наверное, ответить на все ваши вопросы интересующие. Я думаю, что сейчас добавят Эльго Рудняновича, Эдгарда и Борис, который представляет севу «Био-Росгосцирк», добавят то, что, какие события, какие мероприятия у нас произошли именно в 2013 году. Я думаю, давайте мы сначала проинформировали о том, что происходит, а потом, послушаем ваши вопросы, будем на них отвечать. Я хотел более подробно остановиться, в сравнении с тем, что сказал Сонфий Михайлович, именно на тех мероприятиях по восстановлению внутреннего комплекса «Росгосцирка» и двух цирков в Москве, на Вернавке и в Санкт-Петербурге, на Фонтанке, которые также находятся в Двине Министерства культуры. Вот без ложной скромности могу сказать, что такого объема инвестиций, которые были в течение 2013 года сделаны в восстановлении имущественного комплекса «Росгосцирка», не было, наверное, за последние 20 лет. Я позволю себе привести некоторые цифры. Всего было в 2013 году проинвестировано 2 миллиарда 785 миллионов. В том числе мы направили на Большому московскому цирку на проспекте Вернавского 311 миллионов, на капитальный ремонт стилобатной части, которая находилась в предаваренном состоянии и очень сильные взношения. Мы направили 644 миллиона в Санкт-Петербургский цирк, и он в начале следующего года закрывается на капитальный ремонт, который будет вестись около полутора лет. По системе «Росгосцирка» мы направили 986 миллионов на капитальный ремонт 6 цирков. Это цирк в Сочи, который мы уже открываем в следующую субботу. Первое там будет представление, официальное открытие цирка. Также Ивановский, Нижний Тагильский, Челябинский, Тульский и Рязанский цирки. Работают по капитальному ремонту, которых мы будем начинать весной, в начале лета 2014 года. Кроме того, 4 цирка стоят на реконструкции. Это Самарский цирк, по нему еще работа по реконструкции не начата. Омский цирк будет поставлен на реконструкцию. В Пензенский цирк в этом году было направлено 702 миллиона рублей на реконструкцию, которая завершается в следующем году. И Курский цирк 143 миллиона, реконструкция также будет завершена в следующем году. Это вот такие существенные средства действительно были направлены на восстановление того имущественного комплекса, который, конечно, очень сильно измошен был за последние годы. Кроме того, для того, чтобы понять вообще объем, скажем так, детстве, что нам нужно делать на дальнейшее, мы совместно с Росгурсцирком провели комплексное обследование, первоочередное комплексное обследование тех цирков, которые находились и находились в сложном состоянии. 18 цирков были обследованы, у нас есть результаты этих обследований, и это позволит нам спланировать программу постановки цирков на капитальный ремонт и реконструкцию в ближайшие пять лет. Потому что даже при наличии денег мы не можем закрывать больше определенного количества цирков одновременно, так как это может повлиять уже на творческий процесс и на перемещение цирковых групп из одного цирка в другой. Ну вот такая вот информация о том, что было сделано в части капитального ремонта и реконструкции цирков в течение 13-го года. Подруга потом готов ответить на вопрос. Спасибо. Я добрый? Да. Кроме слов благодарности Министерству культуры, в том, что действительно были выделены средства, Московский цирк в 41 год капитально не ремонтировался и находится во многом всеми плачевном состоянии. Техническая часть, прежде всего, это крыша, стиловатная часть, основной купол. И вся внутренняя начинка, которые когда-то были на передовом уровне, очень сильно износились. И та тенденция, которая существует, и те переговоры, которые мы провели с Министерством культуры, говорят нам о том, что это финансирование не будет остановлено на 300 миллионов, потому что нам в дальнейшем потребуются еще достаточно большие средства, чтобы цирк капитально отремонтировать. Но основной задачей, сверхзадачей я для себя ставлю, чтобы на этом финансирование в дальнейшем и закончилось. Потому что я считаю, что прежде всего большой московский цирк должен выходить на абсолютную рентабельность, он должен приносить деньги, и в этом направлении мы очень сильно работаем по постановке новых спектаклей, по техническому переоборудованию цирка, по правильным контрактам и по привлечению, может быть, даже иногда и иностранных работников для привлечения внимания публики, для того, чтобы сегодня в целом посещаемость цирка увеличилась. Мы смогли это сделать примерно на 5% за год. Это существенная цифра за первый год работы меня как директора, и я надеюсь, что мы в дальнейшем будем, в принципе, отказываться от финансирования Министерства культуры. Пускай эти деньги лучше уходят в те регионы, в те цирки, которым сегодня по-настоящему тяжело. И ряд этих цирковь сегодня Юрий Иванович перечислил. Я тоже буду готов ответить на любые вопросы, поэтому, пожалуйста. Спасибо, господин Махровский. В этом году очень много событий состоялось, важных, знаковых. Действительно, все цирки наши, все три цирка, которые относятся к Министерству культуры, начали в 2013 год с нового руководства. Мы всюду, так сказать, движение. И очень радует тот факт, что сегодняшний день является казательным по формированию российского циркового сообщества, чего, так сказать, ну, к сожалению, долгие годы не было. То есть, артисты компании, которая была, к счастью, остается на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем циркового продукта, то есть номеров, аттракционных программ и коллективов. Наши артисты работают сегодня и на манеже Вольшомосковского цирка, и на манеже цирка Николина, и на манеже цирки Ченезене в Санкт-Петербурге. И мы все, как бы, из Росгоццирка, из Росгоццирка, произошедшие с удовольствием, так сказать, это видим. Сегодня наши артисты заняли ряд хороших мест призовых на серьезнейшем международном фестивале, но поскольку основная направленность нашей встречи сегодня все-таки говорит о том, что мы общаемся по поводу тех инвестиций, того вклада, который неоценим, я считаю, вклада, который Министерство культуры оказать нам доверие в рамках концепции развития российского циркового искусства, начинает реставрировать, эмонтировать наши цирки. Хочу рассказать буквально в двух словах о своих впечатлениях. Я буквально на той неделе прилетел из Сочи, где уже все, так сказать, окончательно доводится. Уже пишут задовес, уже манежы, пресла чисты, так сказать, все это. И очень много было разговоров, что там, так сказать, что-то не то. Вы знаете, я, в общем, в третьем поколении артисты, в цирке управления работаю сегодня четвертый год. И мне, в общем, довольно знаком этот предмет. Вы знаете, я походил, так сказать, с точки зрения, ну, профессионально посмотрел, повредили, порезали на куклы, вкладные устройства, там еще какие-то вещи с инженерами. В общем, цирк ремонтируется добротно, красиво, у меня даже несколько фотографий здесь есть. И, в общем, мне показалось, что это достаточно такой достойный объем работы, который был сделан. Он совершенно по-другому смотрится в город, где играет. Вы знаете, вот это большой роль, чем играет. Далее по Пензия. Там совершенно новый цирк практически, он цирк устроится. И он оригинальный, он не имеет аналогов, он очень красивый, интересный. И я думаю, что в следующем году уже Пензий, цирк его увидит. Нами за этот год было проведено исследование тех комплексов, которые у нас существуют. Это именно цирка Шепедок, потому что наша компания также обладает этими конструкциями. Ряд из них тоже в плачевном состоянии прибавляют, что находятся, к сожалению. То есть мы как-то думали нагрузить по максимуму во время ремонта тех цирков, когда они будут ремонтироваться. Все-таки хотя бы с весны по лето, чтобы они заработали у нас, их на балансе 5 находятся, но 3 мы более-менее провели их в порядок, так сказать, своими силами. Они могут начать работать, уже определены для них те города, где они будут в течение лета принимать несколько программ. Я считаю, что это вполне по-хозяйски, чтобы, так сказать, распорядиться людским и финансовым ресурсом на этом плане. На следующий год у нас сверстно-творческий план, достаточно серьезный. В основном он направлен на развитие династийности цирковых семей. Дело в том, что цирк – это искусство двух семей. Одна семья его создает, в общем-то, как во всем мире это сложилось, другая семья – это искусство употребляет. То есть это такой уникальный совершенно центр, где они встречаются, эти две семьи. И на следующий год у нас в плане начательного создания таких замечательных аттракционов, как «Русская тройка», которые в свое время снискали огромную популярность советскому цирку за рубежом. Для нас готовят несколько полетов воздушных, очень оригинальных, из конструкции «Веленная Галерика». Это будет уникальный, новаторский совершенно аппарат, такого еще истории не знал. То есть в творческих планах у нас очень много гармонировок есть. Если я сподел, то будет все нормально, как говорится, финансирование со всеми этими делами. Если в следующем году будем просто приобретать и брать творчество. Спасибо. Есть вопросы? Как мы поступим? Перейдем к вопросам и ответам, либо свяжемся с Титрой? Давайте попробуем, свяжемся, чтобы можно... Полный объем информации, что у вас Санкт-Петербургского цирка, известным артистом, будет больше всего интересовать журналистов вопрос, как вы будете работать во время реконструкции, что будет происходить, потому что вот мы сейчас как раз анонсировали, что с начала следующего года цирк становится на реконструкцию. Давайте я включу свет громкую. Ну, можно говорить. У нас в ремонт получил, что обратили внимание на культуры, сейчас представили, и замечательно, что получил, что получил выделить деньги на ремонт, и на ресторанцию печального циркопору. И вот мы до 2,5 метра перейдем на ремонт, а вот это время я хотел бы, чтобы разработал работу, а работа уже в двух лет 100 лет, это автор с ремонтом, а в уровне 25. Продолжение следует... Если есть вопросы к Вячеславу Ивановичу, давайте, может, зададим их. Вячеслав Иванович, вопросов нет. Спасибо вам большое. Тогда мы вас отпускаем на репетицию, да? А вас все счастливо, до свидания. Все, тогда мы готовы. Да. Прошу, может, в этот вопрос я просьбу представлять. Пока пауза, я воспользуюсь правом ведущего, не знаю, к кому обращен вопрос. Тем не менее, каково соотношение между государственными цирками и чанными коммерческими? Просто этот цирк, вряд ли где-то озвучивалось и для чего-то кума нет. Вы знаете, конечно, точной статистики нет, но мы понимаем, что, на самом деле, основные ресурсы цирковые, они сосредоточены все-таки в государственной сфере. И основные предприятия, они относятся к сфере вот «Родку с цирка» или же к сфере вот «Цирка на проспекте Вернадского», где порядка сколько у вас артистов? У нас штат около 700 человек, но это включает не только артистов, но и обслуживающий персонал, здание. На самом деле, если есть частные предприятия, то они в основном так или иначе используют ресурсы, в том числе людской ресурс, «Росблаз цирка» или «Цирка на проспекте Вернадского». То есть много частных, ну, так скажем, антреприз, но артисты в основном все те, которые работают в «Росблаз цирка» или «Цирка на проспекте Вернадского»? Да, абсолютно. Неоднажды я говорил, что главным поставщиком артистов сегодня не только в России, но и во всем мире является компания «Росблаз цирка» со самым большим штатом собственных сотрудников и, самое главное, с возможностью обновлять этот штат. То есть есть все ресурсы для того, чтобы брать, создавать новые программы аттракционные, как Борис Евгеньевич уже сказал, это действительно самая серьезная компания. Не однажды во всех интервью говорилось, что всем известен «Канадский цирк» на 50%, а некоторые трубы до 70% наполнены русскоговорящими артистами. Большой Московский цирк в нашей стране является вторым поставщиком артиста. Дело в том, что все это расслабляется на одном лишь здании Большого Московского цирка, поэтому мы не можем расширять наш штат, потому что иногда у нас возникают некоторые проблемы по трудоустройству артистов и в России в целом. Все это зависит от личного факта, от дружбы или недружбы с главой компании «Росгосцирк». То есть Большой Московский цирк имеет негативную практику на том, что при некотором недопонимании с главными компаниями «Росгосцирк», я не говорю сейчас про нового руководителями вообще на протяжении многих лет, что просто-напросто дается четкое указание, и Большой Московскому цирку, как и цирку Николина, зачастую перекрывался кислород, и артисты не могли работать, поэтому мы выходили на другие рынки, на ближнейшие зарубежные, на дальние зарубежные. То есть работа большая идет, хотя, конечно, самым привлекательным для нас является уже готовые здания, принадлежащие компании «Росгосцирк». Поэтому мы не менее заинтересованы в том, чтобы порядок во всех этих зданиях был действительно наведен, и чтобы у руля этой компании оставались люди, с которыми можно было бы вести диалог на равном, а не с позицией силы, как это, к сожалению, добывает. Там у нас вопросы есть, пожалуйста. Да. На прошлой неделе прошла пресс-конференция по поводу цирки Краснодарского цирка. Вот, естественно, будет там все-таки первым миллион, и остались велики на Росгосцирка. И артисты грозились, если на запасовку, на новой празднике, если Краснодарский цирк все-таки будет передан на ее, расскажите, пожалуйста, о том, как вас у вас в Краснодарском цирке? Какому? Какому способу ислать? Я думаю, Росгосцирку. Ну, ту информацию, которую у меня, сегодня я ее абсолютно четко обучил Слофе Михайловне. Я думаю, что подписанный президентом закон, который абсолютно, так сказать, открывает ворота перед инвестициями региональными и федеральными собственностью полученной цирки, по-моему, автоматически ставит полностью все точки над «и». И, как бы, я не вижу, лично я не вижу, как бы, вот, в этой практике исполнения законов, каких-то других прецедентов, зачем этот цирк передавать, если Краин имеет возможность прекрасно в него вложить средства, его отремонтировать так, как нужно, и еще ремонт этот. Росгосцерк уже доказал несколько раз, и проект был предъявлен Владивостокского церкви конструкции. Это согласовывается с Краин, это согласовывается так, как хотят его видеть там. И у них есть полная, так сказать, возможность отсутствовать это финансовое вливание. Я думаю, что здесь... То есть ни Владивостокский, ни Краснодарский церковь не будут... Я считаю, что нет законных церковь на этой передачи. Согласно тем документам, с которыми пришлось ознакомиться за последние несколько лет. Вы знаете, давайте я прокомментирую ситуацию. Я ваши вопросы еще потом вам отвечу. То есть давайте разделим проблему или ситуацию с Владивостокским церковью с Краснодарским. Механизмы, которые прорабатываются, но не по одному из этих вопросов еще окончательного решения нету и находятся в стадии согласования. По Владивостоку предполагается аренда на 5 лет. С обязательством региона за свой счет провести его капитальный ремонт или реконструкцию. Это уже вопрос. Технологически он будет решен в процессе обследования технического церковья. Регион берет на себя все обязательства по финансированию этого ремонта и также берет на себя обязательства по приему артистов Росгосцирка определенное количество дней в году. И все это будет прописано в договоре аренды. Сейчас этот договор находится в стадии согласования. Вопрос по Краснодарскому церкви рассматривается в совершенно другой плоскости. Прорабатывается вопрос передачи его в собственный суде Федерации. При этом у нас есть, и я даже с собой имею, все письма от губернатора Краснодарского края, которые подтверждают первое, что весь имущественный комплекс Краснодарского церкви не будет перепрофилирован. В случае принятия такого решения, что вызывало большие опасения, что начали вместе построить торговый центр или еще что-то, это совершенно исключено. И также берет на себя обязательства по приведению всего этого имущественного комплекса в порядок. Инвестиции достаточно большие. Они, конечно, сейчас очень оценочные, можно сказать, цифры, но по миллиарду рублей требуются, чтобы привести только Краснодарский комплекс в должное состояние. Что касается возможности софинансирования со стороны региона, который, как вы знаете, правильно отмечено было, недавно была принята поправка в федеральный закон осенью этого года, который позволяет региону инвестировать деньги именно в части цирка в федеральную собственность. До этого было запрещено закон, была такая коллизия, она не позволяла это сделать. Значит, здесь есть одна очень важная оговорка, которую невнимательно читают в этом законе. Дело в том, что это можно сделать, если бюджет, соответствующий субъекта федерации, определенный уровнем профицита обладает. Если же бюджет не обладает уровнем профицита, то эта норма закона на этот субъект федерации не распространяется. Так вот, оба региона, о которых мы будем речь, по разъяснению, которое также у меня имеется, если прислал Министерство финансов по нашему вопросу, они не обладают таковым правом. Поэтому закон этот очень важный и правильно сделан, но конкретно те два региона, которые сейчас так живо и горячо обсуждаются в прессе, таким прямым правом не обладают. Именно поэтому мы рассматриваем возможные иные механизмы привлечения средств регионов и, возможно, спонсорских средств для того, чтобы привести в порядок эти большие имущественные комплексы. Да, спасибо. Хотели? Виктор Теллер, общественное движение, медеран от РФ. Какая была у вас, Григорий? Ульянович. Ульянович. Григорий Ульянович, вы еще только что сказали, что есть гарантия, что не будет там магазина или еще что-то. На каком основании вы можете давать гарантии? Вы, как раз, понимаете, что это только государственный правитель. Вот я, например, очень хорошо знаю государственный правитель, там ничего меня не удивляет. Сейчас вы, если вы передадите в муниципальные собственности, а, допустим, завтра вы не будете заместительным министом, по-другому, на соглашение, на обстание пенсионеров, и к кому нам тогда обращаться? А там действительно станет там какой-то другой имущественный комплекс, например, я знаю, кинотеатр. Вот пример. Это раз. Второй вопрос. А кто вообще инициировал этот процесс? Мне очень интересно. Такой большой шумный пресс, кто инициировал сам в чем-то, или, может, кто-то еще, может, кто-то, 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 кто-то. Кто инициировал этот процесс? Давайте я помочь, я буду отчетиваю ваш вопрос, если все они мне адресованы. Вам, вы совместительны. Кто инициировал? Инициировал руководство Слодавского края. Это первый ответ. Дальше. У вас есть сомнение в том, что этот комплекс будет использован как-то иначе. У меня нет оснований ставить под сомнение заявление губернатора Качева, который, как вы знаете, многие годы возглавляет регион. Чему, собственно говоря, я должен сомневаться в том, что он говорит неправду, а общественность, которая, не имея достоверной информации об этом, а лишь додумывая возможные пути развития событий, считает, что это обязательно должно быть перепрофилировано. Да, наверное, можно так рассуждать, но почему вы считаете, что ваши основания и опасения имеют больше под собой резону, чем кто-то, о чем я говорю? Можно? Так, пожалуйста. У меня бы только не вступать в дискуссию. Дискуссия меньше вопросов. Просто, может быть, вам не интересно, что артисты цирка, народные, заслуженные артисты цирка, причем, я вам так сразу скажу, понимание такое, что цирк это не просто набор зданий, это не просто какая-то структура, это люди, вот рядом с вами те люди, вот это и есть цирк, это те артисты, которые делают цирк, которые делают славу нашей стране. Вот они обратились к президенту Российской Федерации. Возможно, вы не отдавали муниципальную собственность в это имущество комплексов, это страст-процессы. На что в президенте Российской Федерации, в лице администрации своей ответили, что считаете нецелесообразным. И получается, что... А вы все это письмо прочитали? Да, понимаете? Понятно, вот оно у меня. Понимаете? Да. Вы так прочитаете, в связи с чем вы считаете, на своих словах? Я просто читаю. Вы не последний абзац читаетесь, а в мотивацию. Потому что журналисты любят этот контейнный абзац читать, а все остальные не читают. Я могу прочитать его, можно? Я читал его несколько раз, поверьте. Цель интервентивного и всестороннего рассмотрения вашего обращения были запрошены необходимые документы и материалы, на основании которых сообщаем следующий статью. Запросили материалы, проработали эту ситуацию. Это же высший государственный. Что вы считаете? Что вы считаете? В соответствии с федеральным законом 30 сентября 2013 года, номер 265-й РФЗ, о внесении изменений статью 39-го закона Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации, по органам государственной власти, субъектов Российской Федерации, предоставлено право участвовать в финансировании мероприятий по реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружению, капитальному ремонту, расположенному на территории Субъектов Российской Федерации, имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленного на праве хозяйственного ведения, либо оперативного управления заказаться на церковь. Таким образом, на сегодняшний день созданы необходимые условия, правовые условия для участия в органах исполнительной власти, региональных органов, накрывательной финансирования мероприятий по модернизации церковь, расположенных на их территории, в связи с чем целесообразность передачи имущественных комплексов в собственные регионы не усматривается. Не усматривается. Подождите, давайте теперь опять не с этого место начать. А сначала, вы детально прочитали, хотя это сложный, как понимаете, чиновничий язык, который настолько плохо воспринимается, но все, что было сказано в двух абсатах до этого, говорит ровно о том, на что я обратил внимание, что федеральный закон, на который ссылается, это именно тот, который позволяет сегодня субъектам федерации инвестировать в части церковь деньги в федеральную собственность. Так вот, именно по этому вопросу мы отправили запрос Минфин, и здесь и Минфин написал, что в силу недостаточного профицита бюджетно указанных субъектов, эта норма закона в данном случае не распространяется. А вывод сделан именно на основании этого, на основании закона вообще, а не конкретно в применении двух субъектов. Они не могут воспользоваться этим новым законом в силу недостаточной профицитности бюджета. Да? Вот это все. А субъекцирт отремонтировали или нет? Это что на Краснодарский правильный день? Вот эти эти. Субъекцирт отремонтирован за федеральные деньги. Давайте этот отремонтируем за федеральные деньги. Опять, я не хочу в вами вступать в дискуссию. Вы мне задаете вопросы, я вам отвечаю. Нет, я просто вижу мнение президента. А вы мне говорите, что... Уважаемый коллега, у меня вопрос, наверное, который не находится в компетенции. Можно я? Знаете, буквально... Попробуйте, услышите, что я. Я слышу, я читаю. Буквально две дня назад я с удовольствием висел сейчас с вами рядом и не менее агрессивно был негастроен. Честное слово. И именно вот эта агрессия была связана с тем, что я действительно артист прям в корне своей и переживаю за цирк всей своей души. Но вот копавшись и разбиравшись во всем, современный реаль говорит о том, что действительно сегодня губернатор Владивостокского края подтверждает об этом юстициях в миллиард рублей. Губернатор Ткачев подтверждает инвестиции в 800 миллионов рублей. Это миллиард 800... Послушайте, пожалуйста, я... Можно я договорю? Можно я договорю? Миллиард 800... Они изыскали эти средства. Это связано и с АТЭС, это связано и с предстоящей Олимпиадой, это связано и с большими инвестиционными кадрами, которые сейчас есть в этом регионе, и они находят возможность. Вы видели, что Минкультура за год на буквально все цирки изыскала возможность в 2 миллиарда, по-моему, 300... 300, да? 300, да, нашло. А тут миллиард 800 на 2 цирка. Это громадная цифра. И она во многом заставляет задумываться, что это серьезные деньги, которые серьезно могут помочь цирку. Меня, не менее вас, напрягло выступление Ткачева, который президенту страны предложил, а давайте передадим ледовую арену цирку Дюссалей после Олимпиады. И я на всех уровнях, есть мои интервью, которые крайне негативно отреагировали, и именно я переживал за то, что они готовятся ли база Краснодарского цирка в дальнейшем для канавцев. На сегодняшний день я заверчился поддержкой и в буквальном смысле слова Ольга Юрьевна, владелец вице-премьера, подтвердила, что под ее личным контролем находится и Краснодарский, и Владивостокский цирк, что никакой передачи иностранным корпорациям, компаниям речь не идет. Ни о каком перепрофилировании цирка в дальнейшем речь идти не может. То есть цирки по-настоящему будут работать. Географическое расположение этих цирков обязывает во многом контактировать в дальнейшем только с компанией Росбус цирк. У них по-другому даже выхода нет. Потому что все остальные страны, которые могли бы являться поставщиком, и даже большой московский цирк, транспортные расходы будут сживать все будущие гастроли. И здесь я совершенно спокоен, потому что даже если придет в власти какой-то невменяемый директор, который скажет, да не хочу я ни с кем с вами работать, я сейчас тут начну китайцев, японцев, монгол привозить, это все захлебнется в ближайшие полгода. Они не смогут, они не выживут без компании Росбус цирк. Я это понимаю. Другое дело, что да, наверное, можно было бы инициировать то, чтобы контракт с передачей, например, этого цирка, хотя вопрос еще не решен, контракт бы предусматривал действительно долгосрочное сотрудничество и продолжение с компанией Росбус цирк. Это раз. Как минимум. Не как минимум, а как может быть, как даже обязанность. Это просто, чтобы подстраховаться. Потому что сегодня Ткачев есть, завтра придет другой губернатор. Допустим. Не можно было бы перестраховаться на этот сад. Но сегодня уже это вопрос даже не губернатора. Я вам привел пример вице-премьера, который связан. Как доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, я тоже имею возможность сегодня напрямую подходить и общаться с президентом, и ставить вопрос, если он действительно встанет таким образом, как в самом плохом его сценарии. Поэтому, честно, я для себя немножко успокоился и понял, что ситуация не уходит из-под контроля. Но ситуация может развиваться таким образом, что пока милиточку 42 стационарных здания потребуются годы. И эти же годы будут разрешать и добивать другие цирки. И мы просто-напросто заткнем этот круг, к сожалению. Вот и все. Я знаю это письмо. Я его видел. И во многом я рад тому, что достучались и до президента в целом. Но сегодня, поверьте, вся президентская команда в курсе информации. Поэтому ситуация полностью контролируемая. Она сегодня не уходит, она сегодня не теряется. Прошу прощения. Тема очень горячая и для вас, и, наверное, для всего циркового сообщества. Но дайте продолжение другим журналистам. По окончанию, пожалуйста, подходите, задавайте все вопросы. Тема действительно актуальная. Многолекий, пожалуйста, кто-то хотел. Интерфаксы к теме и парабажам. Мы хотели бы подчинить цифры. Сколько все-таки Министерство культуры выделило на реконструкцию цирков российских? Всего? Да. Я вначале смотрю, чтобы цифры были точны. Для 0,875. Какой процент от планированных инвестиций в селье своих слоев? Сложно сказать, потому что сейчас только будут обследованы по 18 циркам. Общая сумма будет... Общую сумму инвестиций потребовала. Очень трудно сейчас заявить, потому что обследовали 18 цирков в этом году, которые находятся в самом тяжелом состоянии. 2 миллиарда 785 миллионов. Но для точности не надо употреблять цифру реконструкции, потому что в части этих реконструируются, а в части происходит капитальный ремонт. Это немножко разные действия. Точную сумму, которая потребуется для восстановления всего комплекса Росгуссерки, назвать трудно. Мы провели комплексное обследование 18. Цифра будет понятна в ближайшее время. Но у нас их всего, как уже говорили, 42. Поэтому нужно будет завершить обследование цирковь в следующем году. И тогда будут понятны и сроки, и суммы, которые потребуются на весь имущественный комплекс. Тут есть вопрос, не менее острый. Речь идет о нескольких фактах гибели животных, зверей, которые, когда теми погибали в коммерческих каких-то цирках, как часто такое вообще случается в коммерческих или государственных компаниях, связанных и университетах. Мы буквально позавчера проводили круглый стол с общественной палатой и при участии нескольких активистов из партии «Зеленых», где было озвучено и, в принципе, было подтверждено, что во многом цирк сегодня дискредитируется частными компаниями. Из этой компании я хочу полностью исключить цирк Никулина, сегодня как флагман, наверное, российского искусства и единственным таким стационарным частным цирком в стране. Действительно, факты гибели животных и жестокого обращения с животными зачастую и порой происходят в таких частных компаниях, которые буквально заселили сегодня Россию. Там только в Москве более 15 шепетон кружатся. И именно на этом круглом столе мы обсудили, что выйти с инициативой о том, чтобы ввести, может быть, под контролем главной компании «Росгосцирка» некое лицензирование вот этих частных цирков, что компания «Росгосцирк» могла бы иметь рычаги давления, влияния, контроля по выдаче и по забору вот этих лицензий вот таких частных цирков, которые в Азону дискредитируют. Есть ряд хороших цирков. Я знаком со многими директорами. Они маленькие, они, так сказать, с минимальным бюджетом, но цирки действительно в полном порядке. А есть цирки, которые буквально завтра я бы закрыл, и их достаточно большое количество. И это не только цирки, это и зооцирки, это и передвижные зверицы. Поэтому вопрос, к сожалению, продолжает быть актуальным, и зачастую именно не решение вопросов кладет пятно на искусство в целом. А в чем проблема? Почему люди, которые знают, что эти звери – это их хлеб, они должны их подкармливать? Это заключается в том, что никто не знает, что было у человека-доктора в Казани, который влил кровь зараженной спидом маленькой девочке. Никто не знает, что было в голове у того человека, который засорвал бутылку в интимные места, в полицейском участке, к сожалению, тоже в Казани. Человеческий фактор, к сожалению, имеет право быть, и мы за то, чтобы любое издевательство над животными уголовно преследовали просто. И это, я говорю, от лица всего циркового самообщества и адресировщиков, прежде всего, чтобы это действительно было уголовно наказуемо. Хотелось бы добавить по этому поводу. Вот каждый год, буквально, ну, как вы знаете, это самое, все вещи прекрасно. То в подмосковном клину порвал леопард девочку, то, значит, в Тольятти выдавался тоже леопард, значит, бросился на зрительный зале. Ну, объясню, такую вещь. Действительно, вот те вареги, как мы называем эти цирки Шапитон частные, так сказать, они не пользуются ни услугами, скажем так, и джерпо-техники безопасности, ни в человек, то есть зритель тот же может попасть в то помещение, где находится животное, что практически исключено, как в Роспо-Цирке, как в цирке Навернадского, так же, как и в цирке Никулина. И даже когда цирк Никулина вывозит в свое Шапитон, никто же очень жестко это все ставится, понимаете? Дело в том, что здесь, наверное, как-то надо, может быть, работать с потребителями тоже больше, и рекламируют это, чтобы люди знали, куда они покупают билет, потому что там же и свалится что-то наоборот. А мы, к сожалению, сегодня лишены возможности как-то на это влиять. Такие цирки заходят в регионы города, так сказать, ну, через архитектуру города заходит, там, через какие-то другие станции. Как правило, билетами так будет, не платя налоговую, как трава и отрывают. Это вот это, действительно, это лакхарналие надо каким-то образом. А кто должен контролировать? Какие контролирующие? Вы знаете, я думаю, что это нужно, в первую очередь, это задача, конечно, в Министерстве культуры, чтобы разработать какие-то документы, так сказать, основообразующие для этого Росгосцерка. Поскольку у нас во всех регионах есть свои представительства, скажем так, во всех крупнейших властях страны, можно было бы поручить некие надзорные функции, поскольку это и так образующие предприятия. То есть можно было на директорах церков на местах возложить, так сказать, согласование, въезды. Это раньше было, такая штука работала, но она как-то больше работала, можно сказать, по понятиям, так сказать, на основе таких хороших взаимоотношений директор церкви в регионе. А сейчас действуют антимонопольные законы, извините, вы должны, так сказать, ему подчиняться, вы не можете запретить человеку, который приехал от работы, только если на какие-то технические, конструктивные проблемы найдем. Вот это уже повод для того, чтобы как-то работать с этой стороны. Вы знаете, мы обсуждаем эту тему, и мы работаем над поправками законодательства. Другой вопрос, что нужно понимать, что, конечно, любое лицензирование, любая какая-то надзорная функция государственная, она накладывает еще больше ограничений, и тут, конечно, надо понять, как бы нам не перегнуть палку. То есть проблема есть, проблема существенная. Мне кажется, очень важно, чтобы она решалась через самостоятельные общественные организации. С другой стороны, мне кажется, что если люди, заходящие в город, не платящие налоги, нарушающие эти технические требования, то, в принципе, возможно, и действующего регулирования уже было бы достаточно. Мы анализируем эту ситуацию, понимаете, поверьте, нет ничего понятнее, чем сделать очередной запретительный закон. Просто нужно внимательно на это смотреть, чтобы мы действительно в этом смысле не перегнули палку, чтобы вообще-то не вышло боком села, и не оказалось, что мы вообще запрещаем грессору как бы деятельности. Потому что, знаете, как только мы начнем пытаться законодательно определить, что такое жестокое обращение с животным, да, и как бы, собственно, кто это будет решать, то есть создавать еще одну как бы надзорную функцию. Мне кажется, что, может быть, и само цирковое сообщество, так скажем, ополчиться против этого дела. Поэтому я думаю, что мы совместно и с Роскоу, с Цирком, и с целым сообществом циркового будем над этим вопросом работать. И просто главное, чтобы это эффективно работало, а не просто чтобы вы какой-то очередной запрет сделали. Еще просто хотела бы, может быть, завершая такую горячую тему, завершая дискуссию, все-таки сказать, что на самом деле, прежде всего, все внимательно следят за тем, что происходит, и то внимание, которое есть сегодня к проблеме Владивостока, Краснодара, я думаю, что то общественное внимание, которое есть, оно просто не позволит, если даже какого-то решения будет принята передача, прежде всего, вряд ли возможно вот столь пристально нам все, несмотря на эту ситуацию, взять и действительно, перепрофилировать эти истории. Просто можно привести примеры самостоятельных цирков. Есть Казань, есть Ижевск, есть Якутский цирк. И на самом деле, наверное, в какой-то степени разнообразие форм тоже нужно, и оно тоже стимулирует конкуренцию. То есть, еще раз повторю, никто не собирается дробить Росгосцирк, и более того, это записано в концепции, в целом мы считаем необходимым сохранить единую систему. Но в то же время, если есть возможность альтернативы, и мы ищем ее, и это связано действительно с серьезным финансированием, которое регионы готовы вложить, то можно посмотреть на эту ситуацию не столь категорично. То есть, действительно, могут быть разные формы. И действительно, может быть и форма аренды, и действительно, можно посмотреть, как будет существовать цирк региональный, насколько региональным властям удастся, собственно, самостоятельно, так как они сегодня декларируют самостоятельно заполнять этот цирк и вести самостоятельную деятельность. Но я согласна с Эдгардом, что все равно без компаний, без истории с сотрудничеством с Росгосцирком здесь не обойдется, потому что, действительно, видимо, централизация, она как-то иммунитно свойственна этому процессу. Другой вопрос, что это будет выстроено не административно, а экономическими путями, экономическими способами, и система все равно, она будет продолжать существовать. И тот же самый конвейер, существующий сегодня, он просто встанет на такие экономические рельсы, поскольку все равно без Краснодара этот конвейер существовать не будет. Поэтому мне кажется, что нужно как-то всем немножечко успокоиться, каким-то образом попытаться рассмотреть все эти варианты. И, безусловно, мы будем вести диалог, и в том числе мы планируем встречу с цирковыми деятелями, в том числе с теми самыми людьми, которые сегодня определяют цирковую систему, для того, чтобы еще раз совместно попытаться разобраться в этой ситуации, в тех тонкостях, которые мы сегодня пытался объяснить Григорий Ульянович. И, наверное, на эту встречу мы пригласим и представителей Краснодарского края, для того, чтобы они тоже услышали это мнение, и мы попытались какое-то совместное в этом смысле решение и прийти к какому-то консенсусу. Спасибо. Есть еще вопросы? Юрий Сучков, Союз цирковых деятелей России. Вот меня заинтересовал вопрос по поводу площадки предстоящей, возможно, для создания нового цирка на ВДНХ в Зеленом театре. Это решение согласовывалось, и место выбиралось сразу с госцирком? Конечно, в настоящее время проект постановления о создании филиала в госцирке находится на согласовании ведомства. Другой вопрос, что это тоже непросто. Вот, Игорь Григорьевич, что-то мне не даст соврать, потому что, опять, сейчас в ВДНХ все передается в Москве, это тоже надо смотреть, но министерство на сегодняшний день, собственно, готово отстаивать, потому что это площадка федеральная. И, собственно говоря, это решение согласовано с госцирком, естественно, и мы надеемся, что оно будет доведено до финала, и вот госцир действительно в перспективе получит собственную площадку в Москве. Причем вот в таком, ну, согласитесь, достаточно интересном месте, как в ВДНХ, которое сейчас будет, должно получить какое-то новое развитие. И то, что сегодня этот театр запущенный стоит, конечно, это не дело. Конечно, надо с ним, ну, как бы, разбираться, конечно, нужно его развивать. Даже место чудное совершенно, и вот архитектурное, люди, вот башенки замечательные, это памятник архитектуры, и, конечно, вообще судьба зеленых театров советских, да, она сегодня плачевная, это не единственный пример. И в парке Горького зеленый театр простаивает, да, и во многих регионах. И сегодня надо в целом думать, как их использовать, потому что это замечательные площадки, и мы надеемся, что мы сможем это каким-то образом реализировать. Нет, просто мы знаем, что есть в Москве площадка на речном вокзале, Шапито, там тоже место, и там стоит Шапито, Росгосцирка, но на ВДНХ там, это очень, туда добираться очень неудобно. В ДНХ? Да, до Зеленого театра я знаю, мы там работали раньше, Росгосцирк постоянно в советское время, каждое лето давали представление, когда нет дождик, идти хорошо, но когда дождик холодно, туда добираться очень неудобно, даже чисто для зрителей. На ВДНХ стояла Шапито, Базилиум Василия Деменчукова, там тоже было неудобно идти, сообщение народа, от метро, там не доберешься туда. Понимаете, здесь же идет речь о комплексном развитии ВДНХ, то есть Москва тоже об этом думает, и я думаю, что тот план развития, который будет у Москвы, он предполагает, знаете, ну, еще пять лет назад мы, наверное, все говорили о том, что в Парк Горьково неудобно идти, и что там, собственно, далеко все и неинтересно. Сегодня мы видим москвичи просто десятками тысяч туда приходят и находят возможности. Я думаю, что если ВДНХ превратится вот в такую территорию, в такую, как сейчас в Москве модно говорить, место силы, то как бы я думаю, что и цирк, который там будет находиться, как бы, собственно, от этого только выиграет. Но, глядя, это перспектива, то есть понятно, что это тоже нужно прорабатывать, это тоже вопрос не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Спасибо. Я, как бы, на вопрос исчерпанный, мы сейчас не говорили, я активно, но он может отдельно подойти, потому что... Нет, я... Отдельно! Викторию Ильяновичу, да? Да. Отдельно? Да, я отвечу на ваш вопрос. Сейчас, он ответил, я не ознакомился, я готов ответить. Еще раз на тот же самый вопрос. Викторию Ильяновичу, можно я сейчас быстренько маленький ответ? Может, я, кстати, задам мой вопрос. Может, действительно, чтобы общественность успокоить, давайте какую-нибудь кругу, стол, где, там, государственные думы, в общественной палате, давайте у артистов народных спросим, чтобы это было, как бы, ну, между собойчик, а так взять и обсудить это дело. Мы совершенно против этого не возражаем, Да, что у нас... у нас предполагается на коллегии в Министерство культуры в феврале месяце рассматривать доклад Росбус-цирка и добре деятельности. И перед этим можно было бы сделать. Сейчас, в конце года, я полагаю, что это очень сложно в силу... До подписания передачи цирка это будет? Или после подписания передачи цирка? Обсуждение? Мы решим самостоятельный вопрос. Почему? А как же общественность? Это же не ваш цирк. Это мой цирк, гражданин, я хочу, я хочу гордиться. И детям хочу оставить цирк, который можно гордиться. А мы продаем с осенью или продаем американцам? Я вам... Вот я после пресс-кофеанса подойду вам, Григорий, И расскажу массу вариантов, когда федеральная земля обрастает магазинами, какими-то нибудь коттеджами, поселками, закрываются учебные заведения, превращаются в гостиницы. Вы, например, будете те, когда это на территории министерства культуры происходит? Они вообще... А мы возьмите под контролем, через общественные палаты, и именно благодаря контролю общественным, такие вещи не будут делать. цирки, понимаете, они же не будут так подписать. Это просто среди моей деятельности. Приятно, что вы так говорите. Я хочу напомнить слова Софии Михайловны, которая сказала, что действительно те цирки, которые в свое время отошли, это Казанский, Якурский, Ижевский цирк, так и не были перепрофилированы, и они находятся под четким контролем как президента, например, Угнуртия Александра Александровича Волкова, так и президента Якутии. Так давайте обсудим, да и что тут. Я имею в виду, я имею в виду, с культурой не так все просто, к счастью. Взятие культурное, да, слава богу, взятие и перепрофилировать. Вот так вот. Спасибо всем большое. Время прошло в конце, вот поэтому, большое спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас.